Добрый день, уважаемые слушатели! Тема сегодняшней нашей с вами лекции – это духовная сфера. Но в рамках сегодняшней лекции мы уделим внимание только одному аспекту духовной сферы, а именно мы с вами познакомимся, что есть познание, какую роль она играет в обществе и какие виды познания у нас заключаются. Особое внимание мы с вами уделим особенностям научного познания, рассмотрим, какие есть формы научного познания. Итак, оттолкнемся от того, что есть для нас познание. И, исходя из определения, мы можем отметить, что познание – это у нас процесс получения и обновления знаний. И познание играет, конечно же, важную роль в жизни человека. При этом, испокон веков, еще с начальной страницы истории человечества, человек уделял большое внимание выработке методов познания окружающего мира, методов познания своего бытия, своей сущности. В этом плане даже у нас есть специальная наука, или же, правильно сказать, учение, учение опознания, которое мы называем гносеологией. Стоит отметить, что в плане подходов к решению проблемы познаваемости мира, у нас единого мнения у ученых не существует. Существует несколько подходов к определению данной проблемы, поэтому мы сейчас с вами рассмотрим некоторые из них, так называемые, одни из основных. Но, во-первых, это у нас есть агностицизм, представители которого полагают, что мир полностью познать невозможно, потому что познавательные возможности человека сильно ограничены. Что касается представителей эмпиризма, то они заявляют, что решающую роль в познании человека играет именно опыт, эксперимент. В отличие от них, представители рационализма заявляют, что решающую роль в познании играет именно разум, а точнее мыслительные операции. Представители эмпиризма заявляют, что важную роль в познании играет наше ощущение и восприятие. Поэтому, суммировая все вышесказанное, мы можем отметить, что большинство людей полагают, что все-таки мир познаваем, и возможности человека в плане познания не ограничены. Чем больше он познает, тем больше перед ним открываются эти возможности. При этом познание – это есть единство чувственного и рационального. То есть, по сути, мы можем говорить о двух уровнях познания на основе чувств и на основе разума. Исходя из этого, у нас выделяются две основные формы познания, то есть, чувственное познание на основе органов чувств и рациональное познание на основе мышления разума. При этом, у каждой из этих форм есть свои формы познания. Среди чувственного познания мы выделяем ощущение, восприятие и представление. Понятия достаточно знакомы вам, но если все-таки разбираться в них, мы можем отметить, что ощущение – это отражение отдельных свойств явлений и предметов, воздействующих на органы чувств. А вот уже восприятие и представление – это уже целостные образы. При этом восприятие, видите, это целостный образ предмета явлений, воздействующих на органы чувств, а вот представление – это целостный образ предмета явлений, сохраняемый и воспроизводимый в сознании без непосредственного воздействия их на органы чувств. Теперь давайте перейдем и рассмотрим, а какие же у нас существуют формы рационального познания. Среди них мы выделяем понятия, суждения и умозаключения. Что касается понятия, то понятие – это у нас мысль, выраженная словами и определяющая общие и особенные свойства предмета и явления. А вот суждение – это все та же самая мысль, утверждающая или отрицающая что-либо. Сейчас осень – это суждение. А вот если говорить о понятии, например, человек – это биосоциальное существо. При этом то, что он существо – это общее, а то, что он есть биосоциальное – это у нас и будет свойство особенное, определяющее именно и выделяющее человека среди других тех же самых существ. И, наконец, умозаключение. Умозаключение – это у нас мысленная связь нескольких суждений и выделение из них нового суждения. При этом, в зависимости от того, какой метод или прием мыслительный мы будем использовать в суждении, мы можем выделить три основных вида умозаключения. Первый вид умозаключения – это индуктивные, то есть это умозаключение от частного общего. Например, солнце светит, но не греет, на деревьях листья пожелтели, и мы делаем умозаключение – значит сейчас осень. Дедуктивные – это обратные, это умозаключение от общего к частному. То есть, например, сейчас осень, а значит листья пожелтели на деревьях, а значит солнце светит, но не греет. И третьим видом умозаключения у нас является по аналогии. То есть, это умозаключение посредством сравнения нетождественных предметов явлений на основе чего-то общего. То есть, по сути, это умозаключение, которое строится на основе сравнения. Итак, при познании мы используем различные мыслительные операции, и наиболее известные вам – это анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение. Но о них мы поговорим более конкретно чуть позже, когда будем рассматривать с вами научное познание, потому что они же у нас являются и методами научного познания. А пока все-таки определимся с вами с тем, что попытаемся выделить, какие же виды познаний или же виды знаний существуют. Подходов огромное множество. Это, например, то же самое обыденное житейское познание, которое строится на основе нашего повседневного опыта. Это научное, религиозное, мифологическое. При этом мы можем все виды знаний и познаний делить на научные и ненаучные, или же на паранаучные. Что значит паранаучные? То есть это познание, которое претендует на научное, но не соответствует признакам научного познания. О каких признаках, опять же, об этом мы узнаем чуть позже. Если брать за основу те же самые сферы общества, мы можем говорить о том, что у нас есть социальное познание, познание экономическое, политическое и так далее, и так далее. Но главной целью все-таки познания у нас является получение знаний, и не просто знаний, а знаний именно истинных. Правда, так уж получается, и мир так устроен, что в ходе познания мы вместо истины можем получить, конечно же, и ложь. Поэтому условно все знания мы можем поделить на истинные знания и ложные знания. Итак, разберемся с вами, что есть истина. Вроде бы все, опять же, элементарно, но истина – это все-таки знания, соответствующие действительности и предмету познания. И, конечно, истина всегда у нас одна, мы заявляем. Но в реальности мы видим, что мы можем выделить несколько видов истины. Во-первых, всякую истину мы можем поделить на абсолютную и относительную. Во-вторых, истина может быть как объективной, так и субъективной. Хотя здесь мы должны понимать, что всякая истина, исходя из определения, у нас является объективной. Но если все-таки признать, что истина может быть так же и субъективной, то мы увидим вот такое соотношение, что абсолютная истина в действительности у нас всегда будет объективной. А вот что касается относительной истины, она может, да, увы, у нас быть как объективной, так и субъективной. Но пора нам разобраться, что значит такое абсолютная истина. Итак, абсолютная истина – это полное исчерпывающее знание о чем-либо, которое никогда не изменится. Но проблема получения такой истины заключается в том, что она труднодостижима. Ибо мы не можем быть уверены в том, что мы сейчас принимаем за истину, что это знание никогда, никогда больше не изменится. Поэтому чаще всего мы имеем с вами дело от соотносительной истины, то есть это знание, соответствующее уровню развития общества или верное при определенных условиях. Что касается первой части, вспомним представление человека о том, что есть Земля. В древности считали, что Земля есть плоская, затем выяснилось, что Земля имеет форму шара, ну а сейчас мы знаем, что Земля имеет форму эллипсоидную. То есть, видите, наши знания о форме Земли изменялись по мере развития познавательных способностей человека. Что касается понятия, что истина может быть верна при определенных условиях, потому что в действительности условия, в том числе и физического окружающего мира, могут изменяться. Ну, например, среднестатистический человек, ну, 200 килограмм на Земле не поднимет. Или же ему будет очень сложно поднять. Зато в условиях Луны, если вдруг мы туда попадем, я думаю, 200 килограмм поднять гораздо будет ему легче. Итак, что касается второй части, конечно же, мы признаем, что всякая, еще раз подчеркну, истина является объективной. Но если нам нужно делать упор и разводить понятия объективной и субъективной истины, то в первую очередь объективная истина – это знание, соответствующее действительности. А вот субъективная истина – это знание, зависящее от воли людей, которые часто носят оценочный характер. Ну, например, то, что Земля вращается вокруг Солнца, для нас это будет объективная истина. А вот примером субъективной истины можно привести следующий. Это то, что мой сосед – хороший парень. Для меня он может быть хороший, для кого-то он, видите, не очень хороший. Поэтому чаще всего субъективная истина у нас будет возникать тогда, когда мы будем что-либо оценивать, особенно в плане социального познания. Теперь давайте с вами обратимся, что есть ложь. Итак, понятно, что ложь – есть противоположность истины, а, соответственно, ложь – это знание, не соответствующее действительности и предмету познания. Правда? Мы чаще всего с вами понятие ложь используем в другом значении, когда для нас ложь – это преднамеренное, сознательное искажение истины. И вот тогда получается, что есть ложь, а есть заблуждение. То есть для нас заблуждение – это непреднамеренное, несознательное искажение истины. Да, мы верим, что это знание является истинным, но по факту мы можем и заблуждаться. Но для того, чтобы проверить и узнать, является наше знание истинным, конечно же, мы должны использовать критерии истины, то есть некие такие приемы, при помощи которых проверяется истинное знание. Среди основных, конечно же, критериев истины мы выделяем практику, научный знак, законы, формулы, законы логики те же самые, или же соответствие действительности. Особую роль, конечно же, среди критериев познания у нас играет практика, то есть материальное освоение человеком окружающего мира. Поэтому практика – это и основа познания, это и цель познания, и критерий истинности знаний. Конечно же, если наше знание будет соответствовать практике, действительности, то мы можем с уверенностью сказать, что мы получили истинное знание. Хотя, увы, не всякое знание мы можем проверить на практике. Например, проверить на практику теорию относительности Эйнштейна достаточно сложно, поэтому здесь у нас в помощь и будут уже выступать некие научные законы, формулы и те же самые законы логики. Среди всех знаний человека и среди форм и видов познания, конечно же, особую роль у нас занимает именно научное познание. Поэтому попробуем дать с вами определение, а что есть научное познание, научная деятельность, или же, простыми словами, что есть наука. Для нас наука – это ведь особый вид деятельности человека, целью которого является получение объективных, рациональных, системных знаний о природе, обществе и человеке. Исходя из этого определения, мы уже можем выделить следующие основные признаки или же черты науки. Во-первых, это объективность. Наука всегда стремится к объективности. Во-вторых, рациональность. Никакого иррационального подхода к науке быть не может. В-третьих, это использование особых научных методов познания, наличие особого языка, то есть научной терминологии. Научные знания обязательно должны быть проверяемы, потому что если мы не можем проверить то или иное знание, соответственно, мы не можем доказать объективность этих знаний, ну а следовательно, извините, мы не можем заявлять о том, что данное знание носит научный характер. Вот вам как раз именно этому признаку во многом у нас и не соответствует паранаучное знание. То есть примером паранаучного знания является, например, астрологическое знание, какая-нибудь алхимия с получением философского камня. Тот же самый астрологический прогноз мы никоим образом проверить, конечно же, не можем. Среди других характерных черт науки мы можем выделить, во-первых, системность знаний. Исходя как раз из системности знаний, ученые и выводят свои законы. Ну и, конечно же, то, что научное знание обязательно носит теоретический характер. В обыденной жизни создавать теорию или же закон о том, что бутерброд лучше кушать колбасой вниз, ну, я думаю, не стоит. Лучше просто его взять и скушать. Итак, мы продолжаем наше познание в плане науки. И далее отметим с вами то, что, отталкиваясь от форм познания человека, мы можем выделить два основных уровня научного познания. Первый уровень – это эмпирический уровень. Он основан у нас на чувственной форме познания. И главная задача этого уровня – это получение первичных знаний путем описания, путем сравнения и так далее, и так далее. А вот далее мы эти первичные знания будем уже обрабатывать на теоретическом уровне, основанном на рациональной форме познания. И благодаря теоретическому уровню человек способен объяснять, изучать те или иные явления. И он даже может уже выходить за мир тех же самых видимых явлений. У каждого из этих уровней есть собственные задачи, есть собственные методы познания, потому что под методом мы понимаем совокупность приемов получения определенного результата. Среди основных методов эмпирических мы можем назвать опыт, эксперимент, наблюдение, описание. Среди теоретических методов мы выделяем анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование. С анализом вы часто сталкиваетесь во время школьного обучения. Что есть анализ? Анализ – это метод разделения целого на части. Вот в качестве примера вам часто учителя могут говорить о том, что проанализируйте текст. Текст целая, вы анализируете каждое конкретное предложение, а может быть даже и каждое конкретное слово. Синтез – это у нас будет уже обратное, вернее метод обратный. Синтез – это метод соединения частей в целое. С индукцией и дедукцией мы с вами уже разбирались. Что касается абстрагирования, то это метод мысленного выделения определенного свойства предмета и явления с целью его изучения. Часто в Олимпиадах и особенно в ЕГЭ среди теоретических методов также вы можете встретить и ту же самую гипотезу. Хотя гипотезу лучше у нас относить не к методам, а к формам научного познания, потому что одной из задач научного познания является закрепление знаний с целью передачи этих знаний. И вот формами научного познания у нас и будут выступать те же самые концепции научные, теории, научные законы, формулы и та же самая гипотеза с ее, то есть как научное предположение. Потому что раз это научное предположение, то в последующем мы должны будем, используя уже методы, доказать истинность этого предположения или же наоборот его опровергнуть. Хотелось бы немножко сказать о функциях науки, потому что в последнее время, конечно же, наука все больше и больше в современном обществе играет возрастающую роль. Ну, отметим, какие основные функции науки. Конечно же, это познавательные, важной функцией науки является мировоззренческая, та же самая функция, прагностическая функция и даже производственная функция, потому что в результате научно-технической революции, видите, значимость науки в обществе возросла, она превратилась не только в форму познавательной деятельности человека, но она и превратилась еще и в производительную силу общества. Благодаря науке мы производим то, что необходимо для удовлетворения наших потребностей. Теперь обратимся с вами к тому, какие же науки у нас все-таки бывают. Все науки по предмету изучения, то есть то, что они изучают, мы можем разделить условно на четыре основные группы. Первое – это точные науки. Предметом изучения точных наук являются цифры, а поэтому точным наукам мы в первую очередь относим именно математику. Естественные науки занимаются изучением природы. Это физика, химия, тем более, что физика в переводе на русский язык и будет означать природа. Важную роль в современном обществе, конечно же, играют гуманитарные науки, которые изучает именно человека. При этом гуманитарные науки мы можем поделить на две группы. Это социальные науки, или мы их по-другому называем общей, общественные. Сюда вот как раз и относятся истории, сюда будет относиться право, сюда будет относиться социология, психология и так далее, и так далее. И мы выделяем еще лингвистические науки, то есть науки, которые занимаются изучением членораздельной речи человека, то есть среди них мы можем назвать языкознаний. И, конечно, четвертую группу в наш век технического прогресса играют технические науки. Они самые молодые. Сюда относятся как раз робототехника, машиностроение и так далее. А мы также можем все виды, все науки поделить также еще на две группы. Это есть фундаментальные науки, а есть прикладные науки. Чем они отличаются? Прикладные науки – это науки, знания которых ориентированы преимущественно на практическое применение. То есть знания этих наук мы обязательно будем использовать на практике. В качестве примера мы можем сюда отнести, например, что? То же самое – машиностроение, информатика, как наука. А вот что касается фундаментальных, то это науки более классические. Сюда мы как раз и отнесем математику, физику, потому что знания этих наук, не все знания этих наук мы можем применять на той же самой практике. Говоря о науках, конечно же, обязательно мы поднимаем вопрос о сущности социального познания. Здесь мы будем говорить именно о социальном познании как научной форме познания. И вот тогда мы выделяем с вами следующие особенности научного социального познания. Во-первых, это то, что объект и субъект познания совпадают. Что это означает? Субъектом социального познания является человек. Объектом социального познания является общество. Но человек является частью общества, следовательно, познавая общество, он познает и самого себя. В качестве второй особенности социального познания мы можем, конечно же, отметить то, что изучаемые события и явления неповторимы, потому что социальные явления бывают только раз. Отсюда, конечно же, и возникает такая важная особенность социального познания, что закономерности в социальном познании вывести фактически невозможно. Это и определяет у нас сложность изучаемого объекта, а также определяет и то, что социальное познание у нас чаще всего в любом случае будет носить оценочный характер. Потому что единого мнения в отношении социального познания, результатов социального познания мы с вами никогда не получим. Сколько людей, столько и будет мнений об обществе. Еще в качестве особенностей социального познания можно отметить то, что методы социального познания ограничены. В действительности даже такие методы, например, опыт, эксперимент не всегда мы можем применить в плане социального познания. Но все-таки социальное познание играет важную роль в определении и в постижении, что есть человек, что есть общество как таковое. Поэтому она играет, конечно же, и будет играть важную роль в познавательном процессе. Говоря о научном познании, хотелось немножко заострить с вами внимание на научных революциях. Во-первых, определимся с вами, а что есть такое научная революция. Для нас научные революции – это переломные этапы в развитии научного знания, решающие этапы в прогрессивном развитии знаний. Причем эти знания у нас радикально меняли прежнее видение мира. В ходе научных революций происходит качественное преобразование самой науки. Могут меняться старые теории на новые. При этом, конечно же, ни одна из научных революций полностью не может отрицать или опровергать ранее достигнутые научные знания. Говоря о научных революциях, мы выделяем четыре основные революции. Первая революция произошла у нас в 17 веке, ну иногда говорят 17-й, начало 18-го века. Вторая революция приходится уже на конец 18-го, 19-го века. Третья революция охватывает уже в основном первую половину 20-го века. И, наконец, четвертая революция началась в конце 20-го века. И мы сейчас как раз живем в эпоху этой четвертой революции. Кратко все-таки давайте рассмотрим, а в чем их содержание. Итак, первая революция – это была революция метода познания и обхождения с полученным знанием. Она была тесно связана с духом просвещения. При этом она пересмотрела прежние схоластические взгляды, основанные на религиозном познании окружающего мира и человека. А вот одним из значимых результатов этой первой революции является как раз то, что в качестве одной из основных форм познания заявлялось, в качестве основной формы познания определялся личный опыт и наблюдение. Это то, что мы как раз сейчас и называем эмпирический метод. Для нас он сейчас естественно, но для 17-го века он был прогрессивно-революционным. А начало, конечно же, этой революции положили такие следователи, как Коперник, который известен как автор гелиоцентрической системы мира. И далее, конечно же, пошли другие за ними следователи. Галилей изучал проблему движения, открыл принцип инерции, закон свободного падения, сделал ряд астрономических открытий с помощью того же самого телескопа. Важную роль в пивку в годы Первой революции, конечно же, сыграл тот же самый Ньютон, который у нас сформулировал понятия и законы классической механики, математически сформулировал закон всемирного тяготения, теоретически обознавал законы о движении планет вокруг Солнца и так далее, и так далее. Поэтому данные открытия, данные законы, они дали толчок к дальнейшему научному постижению. Что касается Второй революции, то она начинается у нас во второй половине 18-го века, и эта революция уже дала дальнейший толчок к развитию естественно-научных знаний. Во-первых, у нас происходит формирование нового состояния естествознания, так называемой дисциплинарно организованной науки. При этом в условиях дифференциации естествознания и быстрого развития естественных наук прежняя, видите, механическая картина мира все больше утрачивала свой общенаучный статус. Во-вторых, с переходом от метафизической концепции мира к диалектической, то есть соответствующей заменой познаний методологии, то есть прежней метафизической методологии на диалектическую. Ну и в-третьих, произошло вымывание из естествознания прежних натурфилософских представлений. Поэтому в качестве самостоятельного задания вам необходимо будет как раз разобраться, что и проработать это, что из себя представляла метафизическая концепция, диалектическая, натурфилософские представления, а затем уже в ходе нашего семинарского занятия мы с вами данные проблемы, данные подходы обсудим дополнительно. Ну, говоря об этом этапе революции, конечно же, наверное, одним из самых значимых открытий является формирование учения об эволюционном развитии природы и у человека, как биологического, а затем и социального существа. Ну, а затем идеи эволюционизма были перенесены у нас уже и в область социального познания. Одним из основоположников эволюционного учения у нас является Жан Батис Лемар. В 1809 году вышла его работа «Философия зоологии», в которой Лемар показывал и раскрывал основные этапы эволюции, а также движущие силы эволюции в естественном мире от возникновения от более простых существ до более сложных существ. Эти идеи получат развитие в дальнейшем уже в труде наиболее известного представителя идеи эволюционизма. И я думаю, его фамилия прекрасно вам знакома. Это уже, конечно же, Дарвин, автор монографии «Происхождение видов». Она была впервые опубликована в 1859 году. И вот в этой книге, опираясь на огромный уже материал из области палеонтологии, эмбриологии и так далее, автор изложил факты и причины биологической эволюции. Он показал, что вне саморазвития органического мира не существует, и поэтому органическая эволюция не может прекратиться. Развитие – это условие существования, по сути, вида. Мы чаще всего Дарвина знаем по теории происхождения человека от обезьяны, за что он в свое время даже подвергся нападками и жесткой критике. Но теория все-таки и сторонники этой теории существуют и до настоящего времени. Третья глобальная революция у нас начинается с конца XIX века и продолжалась условно до середины XX века. В этот период окончательно были преодолены остатки прежних механистических представлений умери. Но в последующем это дало толчок также и к развитию социальных исследований. Именно в этот период у нас оформляется именно как наука та же самая социология. И даже многие историки начинают оттачивать свое познание уже в форме того же самого научного познания. И наконец четвертая революция, которая развернулась в последний третий XX столетий, продолжается до наших дней. Характерной чертой данной революции является смена объектов исследований. В качестве объектов исследований, смотрите, во-первых, становятся исторически меняющиеся объекты в их геоликтическом единстве. Во-вторых, это Вселенная как система взаимодействия микро, макро и мегамера. Поэтому современная наука имеет дело с чрезвычайно сложными уже системами, требующими построения идеальных моделей со сложными параметрами и переменами. Требуется помощь компьютерных программ, математических экспериментов на ЭВМ. Поэтому переход к четвертому этапу революции, он еще больше обострил так называемую проблему социальной ответственности ученых. В чем заключается у нас проблема социальной ответственности ученых? То есть ученые должны все-таки нести ответственность за последствия своих открытий перед обществом. Почему нести ответственность? А потому что эти последствия могут иметь не только положительные, но и негативные последствия. Для примера вспомним о том, что ядерную энергию или же расщепление атома добивались для того, чтобы получить неиссякаемый источник энергии. Но ядерную бомбу у нас создали, видите, раньше, чем построили атомную электростанцию. А поэтому, видите, теперь весь мир у нас и находится на своеобразном ядерном вулкане. Вот вам и такие можем проводить примеры. На сегодня у меня все пока. Если возникнут какие-либо вопросы, это мы с вами обсудим уже в ходе следующего практического семинарского занятия. Спасибо за внимание. До новых встреч.